С холодами участились случаи нападения бродячих животных на людей. С начала года жертвами безнадзорных животных стали 1700 горожан. В целях предупреждения опасности шемкентские ветеринары усилили работу по отлову бездомных домашних животных. В Шемкенте продолжается сезон отлова и уничтожение бродячих собак и кошек. Если раньше вид службы их отстреливала, то сейчас ловят и усыпляют. Какое-то время собак держат в вольерах на случай, если найдется хозяин. Тропы утилизируют за городом в общем могильнике – яме беккера. Расходы на отлов бездомных животных ежегодно растут, их популяция тоже. У нас семь бригад по отлову особо опасных и бродячих собак. На сегодняшний день поступило более 4000 обращений. К этому времени мы отловили около 37 тысяч собак и кошек. Большая часть бродячих собак находится в районах и жилых массивах, где расположены частные жилые дома. Большая часть жалоб поступает из микрорайонов Кайнарбулак, Кайпас, Достык. В этот раз ветеринары отловили бездомных собак в микрорайоне Достык. Жители выразили благодарность за то, что освободили жителей от страха быть покусанными безнадзорными псами. Много жалоб, заявок на отлов бродячих собак и кошек. Необходимо освободить город от безнадзорных животных, которые несут опасность населению. Спасибо ветслужбе, которые добросовестно выполняли свою работу. По статистике в городе зарегистрировано около 100 тысяч собак и кошек. Но это только официально. Если прибавить к этому числу безнадзорных животных, цифра увеличится в разы. В этом году в мегаполисе планируется уничтожить 40 тысяч собак и кошек. На это из госбюджета выделено 130 миллионов тенге. Из семи ям Беккари, где хранят животных, шесть переполнены тушами. К слову, с начала около года 1700 человек пострадали от нападения бродячих собак и кошек. Мажан Журабаир, Боумахашев, Новости.